Что быть другом опять голова? Богатством лет здесь только хвастают. Несколько раз в месяц в клубе пожилого человека собираются пенсионеры. Поют, танцуют, общаются. Правда, недавно встречи людей в возрасте стали поводом для скандала. В городе появились листовки. В них написано, что клуб для пожилых не что иное, как религиозная секта. Чтобы завладеть имуществом пенсионеров, их пичкают психотропными препаратами. Эта листовка написана от имени управления МВД по Саратской области. На самом деле, я встречался с начальником Октябрьской милиции. Он подтвердил, что это липа. Полиция к этому никакого отношения не имеет. По словам основателей клуба, написанная в листовках ложь. Нет никаких психологов, которые якобы зомбируют пожилых, заставляя вносить непомерные членские взносы. За спекуляцией на эмоциях наших пожилых бабушек и дедушек. Потому что людям не хватает общения. Они сидят дома в четырех стенах. И, скажем, те минуты радости, которые они получают здесь, у них пытаются отнять. Алла Тихоновна клуб для пожилых посещает почти два года. Для нее это как душу отвести. Увидев листовки, говорит, глазам не поверила. Написанное там считает клеветой. Даже не стала до конца читать. Почему? Потому что это просто откровенная ложь. Что это мошенничество, что это секта, что это сбор денег и прочее. Я не знаю, это, ну ни в какие просто рамки не входит. Кто именно и зачем распространял листовки, организаторы клуба пока не выяснили. Пенсионеров будут приглашать на новые встречи. Последнюю радость у них не отнимут. Кристина Трушина, Полина Сукочева, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Полина Сукочева, Валерий Богословский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...